Сейчас вы узнаете, что вселенная подкинула ученым и почему самые сильные умы мира прямо сейчас пытаются разгадать эти загадки. Ян, вот представьте, 400 лет назад, всего вот недавно, мы не знали, крутимся ли мы вокруг солнца или солнце крутится вокруг нас. Сейчас-то для нас не загадка, спустя 400 лет мы стали умней, но загадок от вселенной меньше не стало. Решая одну, мы получали две, решая две, мы получали четыре. И вот спустя сотни лет загадки мы разгадываем на совсем другом уровне. Вообще загадки гораздо сложнее сейчас стали. Их много, но главных две. Их можно описать тремя словами. Настоящий, научный, хардкор. Итак, мы знаем, что мы вращаемся вокруг солнца. Солнце вместе с нами вращается вокруг центра галактики Млечный Путь. Млечный Путь и еще около 50 его соседей вращаются вокруг невидимого центра тяжести в местной группе галактик, расположенный внутри сверхскопления Девы. Оно, как и другие сверхскопления, оказалось деталью более крупной структуры суперкластера Ланиакея. И объекты в ней не вращаются около одной точки, а просто стремятся рухнуть в супертяжелую аномалию в центре Великий Аттрактор. Мы не можем его рассмотреть из-за специфического положения нашей галактики. Диск нашей галактики загораживает нам обзор. Но нас сегодня интересует не Аттрактор, нет, а пугающая пустая область напротив него. Дипольный отталкиватель. Такие пустые зоны в космосе называют воидами. И если посмотреть на Вселенную со стороны, она будет представлять собой бесчисленные сети галактических нитей, разделенных пустотами. Воидами. Да, вот так и выглядит наш мир, если представить его одной картинкой. Вот здесь ваша школа. Крупнейшая из этих структур называется Великой Стеной Геркулес-Северная Корона. Это огромный океан галактик, суперскоплений, звезд, планет и неизвестный нам форм жизни. На вашем экране 10 миллиардов световых лет, связанные галактическими нитями. И вот здесь мы и подобрались к главной загадке 21 века. Чем все эти нити между собой связаны? Топ-лис 4К на телеке вообще просто пушка, да? Вообще. Как я раньше без телека жил. Каждую галактику видно, каждый волосок, тоналку видно на лице. Тоналку, да, вижу. Слушай, он такой огромный. Это как с мобильника вот так смотреть. Только глаза не устают. А что тебе включить еще? Посмотреть? Может быть, взрослого контента посмотрим? Хоккей включите? Ну да, да, давай хоккей. Давай, лови, лови, лови. Давай. А, промеж ног пропустил, смотри. Любишь хоккей? Взрослый контент и мои выпуски. Это отличный телевизор. Хайр для просмотра моих выпусков про космос. Мой любимый блогер. И красивых картинок, как сзади меня сейчас. Лучших картинок. Голова его, смотри, размером с будку КамАЗа. Мне доставили его бесплатно с магазина Хайр Онлайн. В этом магазине есть бесплатная доставка, расширенная гарантия и кэшбэк 10%. Просто смотри спортивные динамичные матчи и получай удовольствие. Что еще нужно? Да нет, голова его размером с мою голову. Я хочу подарить этот большой телевизор вам, но не тебе, кот, слышишь? Почему? Почему я-то не выиграю? Участвуйте в розыгрыше. Условия я оставлю в описании под видео. И этот телевизор отправится победителю. И плюс еще один. Я договорился на еще один. И еще вот эти вот призы тоже. Я договорился, и они тоже отправятся вам. Так что все в описании. В описании не говоришь? Я все равно буду участвовать. Участвуйте, выигрывайте, пишите в комментариях. И продолжим выпуск. Чем все эти нити между собой связаны? Гравитация. Нет. Дело в том, что вещества, которые мы нашли в суперскоплениях, тупо недостаточно, чтобы гравитации слепить из миллиардов галактик такую сложную сеть. Скопления должны были давным-давно разлететься, а не собираться в такую крепкую паутину. Этот парадокс по-настоящему взорвал мозг астрофизиков еще в 70-х. В то время они измеряли, с какой скоростью вращаются звезды в галактике на разном расстоянии от ее центра. Простая задачка. Знаешь массу и радиус, и можешь легко посчитать скорость. Но то, что они увидели, абсолютно не совпадало с математикой. Вещество на окраинах нашей галактики двигалось гораздо быстрее, чем должно. У этой проблемы может быть лишь две причины. Либо уравнения Ньютона и Эйнштейна работают не везде, и нам нужна новая физика. Либо на окраинах галактики находится еще какое-то вещество, которое мы не можем увидеть. Его должно быть много. Очень много. Его назвали темная материя. Хотя правильнее было бы назвать прозрачной. Или даже призрачной. Ведь она не может излучать, поглощать и отражать электромагнитные волны. Цвет, радиосигналы, ультрафиолет, рентгеновские лучи. Все это проходит сквозь темную материю, никак не контактируя с ней. Поэтому она для нас незаметна. Мы замечаем только слабые тени присутствия. При этом темное вещество по вселенной разбросано неравномерно. Где-то оно может доминировать в 10 раз, а где-то всего лишь в 2. Например, в нашей галактике темной материи в 2 раза больше, чем видимой. Она окружает Млечный Путь огромной сферы. А в созвездии Волос и Вероники обнаружили галактику на 99,99% состоящую из темной материи. Там должны твориться по-настоящему темные дела. Такой разброс в количестве и создал ту самую сеть галактических нитей. Темная материя притягивает видимое вещество, а оно тянется за ней, окутывая, как будто мышцы нарастают на невидимый скелет. Поэтому первые гиганты космоса состояли из темной материи, а видимое вещество, из которой состоит все, в том числе и мы, им только подражало. Так что же такое темная материя? Лучшие умы планеты до сих пор не знают о ее природе. Чем больше ученые пытаются выяснить, что это такое, тем лучше они понимают, чем она не является. Для начала, темная материя не является антиматерией. Вот это два разных совершенно понятия. Об антиматерии я рассказывал в выпуске про симметрию. Да, можете освежить тебе память, вот ссылочка. Темная материя касается обычного вещества, из которого состоим все, все, что мы видим, мы, звезды. Касается этого вещества только через гравитацию, не разрушая его частицы. Зато антиматерия вступает с обычным веществом в очень взрывоопасную реакцию. Одного килограмма хватит, чтобы получить энергию 2047 ядерных бомб, сброшенных на Нагасаки. Поначалу астрофизики решили, что за темной материей скрывается большое количество мачо. Так ученые называют не меня, а кота. Но чаще всего так они называют сверхтяжелые, но очень компактные объекты. Да, такое странное совпадение. Мачо... Своей гравитацией они реально могут утащить вашу девушку вместе с планетой. Они могут даже искрылять лучи света. Это черные дыры, коричневые карлики и нейтронные звезды. Но если бы вся темная материя состояла бы только из них, то вселенная была бы переполнена вот такими спецэффектами. Но мы этого не наблюдаем. Оставался только один выход. Нырять в квантовый мир на поиске неведомых до этого времени частиц. То есть нырять в квантовую физику. На самом деле, квантовая физика напоминает мне вот эту конструкцию. Да, на вид хлипкая, конечно. Но она работает и пока что держится. Всего лишь на 17 опорах. Именно столько главных частиц вселенной предлагает нам самый успешный бренд в физике. Стандартная модель. Но попробуй вставить сюда хоть один новый элемент, добавить хоть одну новую частицу, и эта конструкция тут же рухнет. В стандартной модели, как и в этой конструкции, нет места для темной материи. Поэтому ученым в поисках ответа приходится взять себя в руки и смело нырять вот в эту пропасть. Фактически придумывая новые фантастические частицы, которые не видел до этого человек, надеясь получить их в коллайдере. Да, в нем снова и снова разгоняет два потока протонов в надежде, что при столкновении они рассыпятся на более мелкие частицы и среди кучи мусора. Ну кто бы мог подумать, обнаружили бозон Хиггса. Бозон Хиггса искали 30 лет. 30! Якубович столько поля чудес не видел. Мне 32. Частицу, из которой должна состоять темная материя, пока обнаружить не удалось. Ее назвали ВИМП. Знаем только лишь одно. Она должна быть медленная по меркам частиц и тяжелая. Не густо. Огромнейший адронный коллайдер. Это круто. Да. Но вроде бы ВИМП можно получить и другие способы мира. Многие из вас не знают, но мы каждый день видим самый большой коллайдер в нашей Солнечной системе. Это Солнце. И то, что не удалось получить на Земле в коллайдере, можно получить в ядре нашего Солнца. Солнце летит сквозь облако темной материи в нашей галактике, захватывая и накапливая ее частицы за счет гравитации. Предположение такое. Если ВИМПы окажутся недостаточно быстрыми, чтобы преодолеть притяжение звезды, то они застрянут в ее центре. Собравшись там в большом количестве из-за огромного давления они начнут уничтожать друг друга, высвобождая более легкие частицы. Нейтрино. Те самые частицы, о которых мы уже знаем и которые пронизывают ваше тело прямо сейчас. Да, Солнце постоянно выбрасывает огромное количество нейтрино в космос. Но те из них, которые рождаются вместе аннигиляцией темной материи, мы не перепутаем ни с чем. Эти частицы, эти нейтрино, будут обладать огромной энергией. Прямо сейчас мы ищем их при помощи самых странных телескопов, спрятанных глубоко под поверхностью. Эти люди погружают эту штуковину глубоко под воду и ловят голубоватые микровспышки. Ведь только в воде или под землей приборы хорошо ловят нейтрино. Такие аппараты есть в Антарктиде и у нас на Байкале. Но есть еще одна теория. И она гласит, что на краю нашей галактики находятся черные дыры. Но не простые, а первичные черные дыры. Они родились 14 миллиардов лет назад, в миг, когда Вселенная еще была горячим супом из частиц. Такую дыру, но поменьше, Стивен Хокинг предлагал использовать как источник энергии. Черная дыра размером с гору давала бы излучение мощностью около 10 миллионов мегаватт. Достаточно, чтобы снабжать весь мир электроэнергией. Но черную дыру сложно обуздать. Вы не можете поместить ее внутрь электростанции. Ведь она провалится сквозь пол и остановится лишь в центре Земли. Но есть и более смелое предположение. Невидимую часть Вселенной может давать не одна частица изгой, как ВИМП, а целый мир частиц, зеркальный нашему. Мы помним, что вещество паутины галактических нитей повторяет форму темной материи. Но если обычное вещество состоит из кучи ингредиентов, то почему бы и темной материи тоже не быть такой сложной? За ней могут скрываться злые братья-близнецы обычных частиц. Темные протоны, темные электроны вместе образуют темные атомы, а темные фотоны сливаются в темный свет. Да, звучит абсурдно, я понимаю. Но всякое бывает, как мы убедились уже за эти 400 лет. А теперь представьте человека, состоящего из темных частиц. Как мы уже знаем, они плевать хотели на силу электромагнетизма. А ведь именно эти силы связывают наше тело в единое целое. Такой человек будет выглядеть примерно так. В России его бы назвали дымок. Ученые всерьез считают, что в ранней вселенной обычные частицы могли превращаться в темные и наоборот. Чтобы приблизить эксперименты к таким экстремальным энергиям, нам понадобится коллайдер помощнее, чем то, что мы имеем. Вот примерно такой. И этот коллайдер уже разрабатывается. Земля вместе с Солнцем непрерывно движется вокруг центра нашей галактики, поэтому миллиарды частиц темной материи сталкиваются с нашим телом прямо сейчас. Считается, что только сотни тысяч из них удается столкнуться с ядрами наших атомов. Это значит, что человек взаимодействует с темной материей примерно 11 раз в час. Эх, не просто все, друзья. А в одном квадратном метре можно найти несколько частиц темной материи. Никаких темных звезд или темных планет мы пока не обнаружили. Но если бы обнаружили, для нас это означало бы ловушку. Поверхность темной планеты для космонавтов как зыбучие пески. Они будут проваливаться вглубь планеты до самого центра тяжести, где гравитация удерживала бы их вечно. Да, я понимаю, что многое из этого выпуска про темную материю звучит как будто какая-то магия. Сложно в это поверить. Это какое-то нелогичное, неземное какое-то, вообще не наше. Это как поверить, что мы живем в Гомере Симпсоне. Но, кстати, эту теорию еще никто не отменял. Я помню, я говорил, что темная материя это одна загадка из двух. Какая же тогда вторая? Кто последний получит тысячу долларов, конечно, или кто последний порвет себе жопу. Все, хватит о плохом. Вторая загадка наблюдения за сверхновыми, а точнее слишком слабый свет от них привели нас ко второй загадке. Она звучит так. Есть нечто, о чем ученые знают еще меньше, чем есть нечто. Но это нечто заставляет вселенную расширяться все быстрее и быстрее. И это нечто называют темной энергией. Кажется, у кого-то плохо с названиями. Темная материя, темная энергия, на самом деле это две совершенно непохожие вещи. Слово темная значит просто невидимое для людей. Темная материя это точное вещество, имеющее массу. Оно влияет на пространство, искривляя его своей гравитацией. А вот темная энергия вшита в саму ткань пространства. Она его неразрывная часть. Темная энергия разлита по каждому кубическому километру пустоты и постоянно делает так, что этих кубиков становится все больше. Новое пространство появляется везде и в каждую сторону одновременно, двигая уже существующее пространство. Как в бесконечном отеле Гилберта, новый гость заселяется в номер один, гость из номера один переходит в номер два, а гость из номера два перемещается в номер три, и так до бесконечности. Но это не конец. Все это ускоряется с каждой секундой. Да ну хуй. Если бы я захотел объяснить смысл темной энергии древним грекам, я бы заказал пиццу. Представьте ароматную сочную пиццу, которую я заказал. С сыром. Она расширяется из точки в центре одинаково во все стороны, как и вселенная после большого взрыва. Расплавленный сыр обволакивает все ингредиенты, и если начать отрывать себе кусочек, то он увлечет за собой всю остальную начинку. Также ведет себя темная материя с обычным веществом. Но вся эта начинка не висит в воздухе, вот как сейчас. У нее есть основа, которая скрыта от наших глаз, и мы ее не видим. Но эта основа составляет большую часть пиццы. Это и есть темная энергия. Она занимает 68% всей начинки космоса, обгоняя даже темную материю. Ее 27% и только 5% обычного вещества. Космос вот до сегодняшнего момента, до этого выпуска, казался для нас, для меня, для всех, вас тоже просто пустым. Но это не так. Просто основную начинку мы тупо не видим. Во времена Коперника люди спорили, что вокруг чего вращается Солнце или Земля. Люди не знали, но люди знали, как мы умрем, как будет выглядеть апокалипсис. Библия им это подсказывала. И вот прошло уже 400 лет, мы на пути к разгадке величайших тайн Вселенной. Но апокалипсис сегодня изучают не в церковных школах, а в радиообсерваториях. Ведь от природы темной энергии зависит, каким будет конец Вселенной. Человек умело мог подкинуть себе загадки взамен уже разгаданным. Это немножко пугает, но вместе с тем любопытно. Какая загадка будет следующей? И как обычно прокачивайте свои мозги. Я подпишу этот телевизор как и обещал. А вы подписывайтесь на мой инстаграм, вконтакте. Все ссылки будут полезны в описании. И пока! Субтитры